Коронавирусу Китай бросает уже и армию. Это сигнал. Всё слишком серьёзно. Полтора десятка городов, включая очаг эпидемии. Многомиллионный Ухань в блокадном карантине. Не отправляйтесь в Ухань. Как выглядит враг, теперь, впрочем, известно. Это из-за него в приёмных покоях больниц и поликлиник не протолкнуться. Экстренная госпитализация одна за другой, когда инкубационный период до двух недель, даже малейший кашель. Повод заподозрить самое страшное. Я ещё не знаю результатов, но я очень взволнован. Мне кажется, я инфицирован. Для лечения заражённых в Ухани строят уже специальную инфекционную больницу. Огромный комплекс на несколько тысяч мест, когда сроки всего 10 дней. На обед рабочих есть только ночь. На борьбу с эпидемией провинции Хубей власти выделяют миллиард юаней. Медикаменты в эпицентр доставляют тоннами по всему Китаю за противовирусными препаратами очереди. Купить медицинские маски в пекинских аптеках ещё нужно постараться, ведь разбирают их моментально. В первую очередь, конечно, вот такие самые простые обычные маски. Но лучше всего от вируса помогает, говорят, вот такая, со специальным воздушным фильтром. Кстати, если ещё несколько дней назад она стоила всего 4 юаня, то сегодня уже почти 60. Пересчёте на рубли 600. Производители уверяют, масок хватит на всех. На праздники конвейер не остановят. А за взвинчивание цен на лекарства и дезинфицирующие средства власти грозят аптекам штрафами до 3 миллионов юаней. Уже только официально почти 900 заражённых, 27 человек скончались. И первый летальный случай уже и за пределами Уханя. В Гонконге, где количество заболевших уже перевалило за сотню, инфицированных отправляют на местный курорт. Специально изолировали два отеля. Но Всемирная организация здравоохранения решила, пока ситуацию чрезвычайной не объявлять. Мы считаем, что ситуация ещё не достигла уровня мировой угрозы. Но прошу заметить, это совсем не означает, что угрозы не существуют вовсе. В Китае обстановка остаётся очень непростой. Когда уже и в Пекине более 30 только подтверждённых заражений, власти отменяют все массовые мероприятия. Минтуризм от КНР запрещает все туры по стране, а с понедельника ещё и групповые поездки за границу. Такого в Пекине, кажется, ещё не было, чтобы у входа в главную запримечательность китайской столицы было так мало народу. Обычно, чтобы попасть в запретный город, нужно было стоять огромную очередь. Но с сегодняшнего дня запретный город закрыт. Визитная карточка Пекина, красные ворота с огромным портретом Мао Цзэдуна и самый большой в мире дворцовый комплекс. Для посещений закрыли и огромный участок Великой Китайской стены. Конечно, Новый год испорчен. Этот вирус всё испортил и никакого праздничного настроения. Но я не боюсь. Хотите? Хотите, даже так сделаю. Новый вирус – это теперь наш общий враг. Его невозможно увидеть, поэтому только совместными усилиями с правительством мы сможем его победить. На борьбу с вирусом брошены лучшие медицинские силы. Но и они часто сами оказываются его жертвой. Сильный кашель и тут же обморок. Об историях самопожертвования медперсонала китайское телевидение снимает целые передачи про медсестёр, у которых после многочасовых дежурств уже от масок, синяки и волдыри, про врача, который вёл приём первых заражённых ещё в декабре, а теперь, чтобы самому не заразить родных, закрылся в квартире и не пускать даже маму, что принесла ему продукты. Вирус разделяет целые семьи, хотя есть и такие снимки. И случай выздоровления тоже. Сегодня в Шанхае выписали женщину, которой опасный диагноз поставили первой. И вот на телеэкранах и в интернете социальная реклама «Вместе победим!» Этот лозунг Китаю адресуют и ведущие традиционного гала-концерта. Ведь главное пожелание – в китайскую новогоднюю ночь. Сегодня одно – здоровье.